Дорогие друзья, всем привет и добро пожаловать в новое видео! Совсем недавно сегодня завершился пятый тур чемпионата мира 2024, в котором молодой индиец, 18-летний Гукиэш Дамараджу, встречается с действующим чемпионом Дином Леженем из Китая за право стать следующим чемпионом мира. После четырех партий счет был 2-2, и сегодня мы узнаем, смог ли молодой индиец белым цветом создать проблемы или, может быть, даже выхватить лидерство в матче против китайца, или же все-таки китаец воспрял духом и черными захватил лидерство. Поехали! Итак, Гукиэш начал ходом Е4, снова не самый такой популярный для него ход, обычно он все-таки играет Д4, не самый свойственный. Е6 играет Дин Леженем, снова выбирает французскую защиту, далее следует Д4, Д5, и на этот раз мы видим разменный вариант. В первой партии Гукиэш выводил своего коня на поле С3, ну а теперь мы видим просто разменный, и после кони в 3, кони в 6, слон Д3 Динк играет С5, все-таки решает пробить центр. Этот ход также я сам очень люблю делать, вы, наверное, видели у меня на стримах. С3 здесь играют белые и укрепляются, С4 Динк сразу же задвинул пешку вперед, слон вернулся, слон Д6, ферзь вышел, и здесь самый спокойный вариант, ферзь Е7. После чего побили, ну и здесь можно бить слоном, можно бить королем, Динк решил побить королем. Ничего страшного не происходит, потому что, да, король теряет право рокировки, но без ферзей это не особо страшно, плюс черные очень быстро могут подвести ладью к центру и спрятать своего короля на королевский фланг, поэтому по факту ничего плохого не произошло. Рокировку делают здесь белые, Динк играет ладья Е8, и тоже завершает свою искусственную рокировку. После чего ладья бьет Е8, король бьет Е8, ну и здесь слон Ж5 играет Гукеш, его идея просто побить этого коня, сдвоить пешки черным, и после этого спокойно развиваться. Конь БД7, Динк защищает одного коня вторым, конь вышел на БД2, и после хода А6 слон отступил назад, после чего конь Аш5. Отличный маневр от Динка, конь переходит на поле Ф4, на более активную позицию. Гукеш здесь играет ладья Е1, прогоняя короля вправо, после чего здесь следует ход Ж4, друзья. Опять-таки, этот ход, мне кажется, свойственен молодому поколению, особенно индийцев, которые растут на компьютерных анализах, потому что ход Ж4 рукой, ну никак не делается, поле Ф4 ослабляется очень сильно, и вообще непонятно, зачем нужен ход Ж4. То есть здесь можно спокойно сыграть, например, конь Ф1, конь Е3, нападать на пешку Д5, но Гукеш решает пойти Ж4. Уже три партии подряд, белым цветом, в этом матче Гукеш играет Ж4, в каждой партии. Он просто очень любит этот ход, наверное, фанат Максима Амариева. Конь Ф4 здесь играют черные, слон Ж3, нападаем на коня, ну связываем, конь Б6 здесь играет Динг, чтобы открыть своего слона с поля С8, и следует Ж5. Динг не успевает забрать эту пешку, потому что Гукеш ее защищает таким вот продвижением. Аж конь бьет Ж5, слон Д7 здесь черные выходят, и после этого конь возвращается на поле Ф3, ладья Е8, и позиция вроде бы равна, но Гукеш все-таки хочет хоть как-то усложнить. И вместо того, чтобы разменять просто ладьи, он решает замутить воды, и играет здесь конь Е5, и после взятия бьет не ладьей, что было правильно, а бьет здесь пешкой. И это оказалось неточностью, и уже перевес небольшой на стороне черных. Динг играет, конь Д3 прыгает, после чего, конечно же, следует размен, потому что конь атакует и пешку, и пешку, и ладью. Последовал размен слона на коня, но оказалось, что пешка Д3 очень сильна, и на самом деле с ней бороться очень сложно. Ничего особенного здесь белые с ней не могут сделать, ведь на ход ладья Е3, который могут сделать белые, черные спокойно сыграют слоны в 5, защитят пешку Д, и теперь уже грозит ход конь С4, прыжок. Ну, например, если белые ничего не делают, то, например, после конь С4 размен пешки Д3 становится очень сильной, и ее тяжело останавливать. Также есть идея хода конь А4. Две пешки белых зависают, и позиция тяжелая. Это типичный тоже маневр, когда пешки расположены именно так. А если белые играют Б3, чтобы этого не позволить, то здесь, ну, как минимум, есть ход ладья С8, и пешка С3 ослабилась, потому что пешка Б пошла вперед. Ну, а как максимум, есть вообще ход Д4 сразу, после которого СД, и теперь ладья С8. И это совсем страшно, потому что ладья прорывается и на второй ряд, пешка идет вперед, ну, и черные, в общем-то, побеждают. Поэтому после этого ладья Е3 ход плохой, ходить так не очень хорошо, черные легко эту пешку защитят. И у черных есть все равно две угрозы. Одна угроза — это ход конь А4 с нападением на вот эти вот пешки. А вторая угроза — это где-то ход Ф6, потому что ладья на Е1 не защищена, подрыв пешки Е5 довольно-таки сильный, и Гукеш сыграл в этой позиции Ф3, чтобы защитить свою ладью как раз-таки на поле Е1. Ну, и здесь можно было конь А4 сыграть, нападать тоже на эти пешки. Пришлось бы ходить ладья Б1 к Гукешу и становиться в не очень удобную стойку. Но Динг сыграл конь С4, решил разменять коней. В принципе, идея тоже разумная. Конь БЮЦ4 ДЦ, и ладья Е4 следует ход от Гукеша. Ладья атакует пешку С, и заодно, если пешка Д идет вперед, то ловит ее на Д4. И здесь следует довольно странное решение от Динга. Опять-таки, друзья, мы видим, что где Динг может бороться за победу, он принимает решение не самое логичное. Здесь самое логичное будет, пожалуй, либо защитить пешку С4, и потом где-то там ее подкреплять, в общем-то нормально выглядит, либо даже сделать ход слоны в 5. Такой немножко хитрый ход. Бить пешку нельзя, потому что будет сразу же ладья Д8, и пешку уже не поймать. Да, Д2 сразу не работает из-за ладья Д4, но вот ход ладья Д8 готовит продвижение пешки Д, и все, черные побеждают. Поэтому после слона в 5 пришлось бы ходить ладья Д4. Ну и здесь где-то, может быть, Б5 в будущем защитим пешку эту. В общем, у черных достаточно продолжительная инициатива. А можно было и просто защитить пешку, и инициатива все равно сохраняется. Но вместо этого Динг пошел слон С6, и произошел размен пешек. Точнее, сначала следует ладья Д4, потому что бить пешку на С4 нельзя все еще из-за ладья Д8. Мини-ловушечка. Но после хода ладья Д4 Динг играет здесь слон Ф3. А вот это решение уже было, мне кажется, ну, может быть, не самым удачным. Все-таки нужно было сохранить какую-то борьбу, например, Б5 пойти. Как-то удержать эту пешку надо было. А Динг решил просто разменяться. Слон Ф3, король Ф2 сыграно, слон С6 и ладья С4. Последний, пожалуй, шанс у Динга был побороться за победу. Это ход, например, слон Х5 вместо хода слон С6. Потому что слон С6, ну, все, предложение ничьей. Пешка летит, и все. А вот после хода слон Х5 бить пешку С еще нельзя, потому что на взятие на С4 последует Д2, и король не успевает подойти к пешке. И поле Д1 тоже контролируется слоном. Соответственно, на ладья Д4 будет Д1 ферзь. Ну, и здесь полный порядок у черных. И если белые играют король Е3, чтобы забрать уже эту пешечку, то Б5. И на Б3 ладья С8. И удерживаем пешку на С4, чтобы она защищала пешку Д3. Вот и все. И черные здесь продолжают бороться за перевес и за победу. Но вместо этого Динга почему-то пошел слон С6. Просто белые забрали пешку на С4. И все. На ход Д2, в отличие от позиции со слоном на Х5, король теперь может подойти на Е2. Раньше не мог из-за слона, а теперь может. Поэтому слон на С6 стоит не очень хорошо. Точнее, прошу прощения, сразу король Е2 нельзя из-за хода ладья слон Б5. Но есть ход ладья Д4. То есть и такой ход есть, потому что поле Д1 не контролируется. Ну и король потом тоже, если что, если надо, подойдет. Поэтому ход слон С6 был неудачным решением от Динга, конечно же. Ну и теперь белые легко ничью удерживают. Ладья Д4. Вот теперь, например, при слоне на Х5, ход Д2 побеждал бы, потому что ферзь проходил. А тут Д2, все, король ловит пешку. И слон на С6 стоит неудачно. Партия немножко еще продлилась, 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 продлилась. Ну и в этой позиции шахматисты повторили ходы. Таким образом, согласившись на ничью, и счет матча становится 2,5 на 2,5. Следующую шестую партию Динг играет белым цветом. Ну а я напоминаю, друзья, что чтобы играть сильно и жестко в шахматы, обязательно рассмотрите возможность приобрести мои авторские курсы, ссылочка на которые есть в описании, которые действительно самым быстрым образом доведут вас до нужного вам рейтинга. Точно так же вы можете вступить в закрытый Телеграм-канал. Там, естественно, материал чуть-чуть более разнообразный, но и более хаотичный. В курсах все более структурировано, но, может быть, и в закрытом Телеграм-канале вам понравится. Ведь там еженедельно выкладываются обучающие видео, также проводятся турниры для подписчиков этого канала, разбор партий подписчиков мной, и игра с подписчиками тоже. Ну и, естественно, общение в чате. Поэтому, друзья, присоединяйтесь в закрытый Телеграм-канал. Там все, что вам нужно, чтобы расти в шахматах. Ну, а на этом все, друзья. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Всем удачи, успехов, и увидимся завтра на разборе шестой партии матча Динг или Гукеш. А как ты думаешь, в шестой партии Динг сможет белым цветом переломить ход матча и напрячь Гукеша, или все-таки будет ничья? Ну, а если думаешь, что Гукеш черными победит, то обязательно тоже делись своим мнением в комментариях. Всем спасибо за просмотр, друзья. Увидимся в следующих видео. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok